дорогие друзья всем огромный привет в этом видео я хочу сделать пельмени с картошкой давно очень намеревался сделать этот рецепт то есть записать его вообще всяких подобных начинок картошки которые кладут в пельмени вареники очень много много всяких вариаций но я хочу с вами поделиться своим самым любимым рецептом и он самый простейший и так нам понадобится просто картошка и соответственно тесто для пельменей больше ничего как сделать тесто для пельменей у меня есть отдельные видео него просто положу тут для красоты и так нам нужно просто почистить картошку как обычно и просто ее сварить чем мы и займемся у меня такая картошечка прекрасненькая египетская собственно варим очищенный картофель слегка совсем подсоленной воде не пересаривать иначе будет сильно соленая лучше пускай она будет не до соленая даже так дорогие друзья картошка сварилась и мы слили абсолютно всю воду так чтобы картошка была просто вот сухая далее нам следует ее толкушкой растолочь как год можно сказать в пюре толкушку лучше взять как можно с мелким сечением у меня вот такая советская максимальная тонкая дырочка которая у меня имеется если у вас есть еще тоньше то лучше взять именно ее и нам нужно сделать толченую картошку таким образом чтобы она была рассыпчатая это самое главное условие и второе главное условие сделать это настолько хорошо чтобы не было комков потому что эти комки если они останутся они могут рвать тесто для пельменей тесто для пельменей не любят твердых начинок которые имеют какие-то острые углы и так далее все нужно быть мягеньким рассыпчатым и однородным инстаграме я подписан на одного итальянца который занимается радиоли и в общем-то него я и смотрел как он делает вот но у него есть такой прикольный девайс прикольный гаджет кухонный который пропускает картошку на очень мелкие мелкую такой вот салонка делает из него очень мелкие червячки и гаджет этот похож приблизительно на нашу даюку для чеснока советскую собственно когда мы вот все сделали то мы можем оставить картошку уже отдохнуть вот а пока мы приготовим тесто все подготовим и и самое главное пюре должно быть более-менее остывшим слишком горячие тоже плохо скажется на лепки ну что же мы сложили наше пюре в кулинарный мешок или толкушку и не знаю как более правильно говорит я называю страну пюре она немножечко тепленькая подостыла и в завершении мы сформируем пельмени посмотрим что у нас будет вообще получаться так разделяем на две части по рецепту пельменного теста по обзорам гаджетов у меня отдельные видео на канале несмотря на то что пюре без какой-то либо жидкости дополнительный тут просто толченая картошка но как мы можем видеть она эластичная но хорошо поддается я не прилагаю никаких сильных давлений каких-то усилий чтобы его выдавить еще все хорошо знают как ведет себя картошка когда она остывает она становится осклизлой твердый если это пюре с чем-то то она тоже твердеет каменеет вот когда простая толпушка у нее нету таких ярко выраженных свойств то есть ей удобнее работать поэтому именно этот рецепт и пришелся мне по душе я стал им очень часто работать хотя я тоже пробовал различные начинки и с обжаренным луком на масле и так далее которые считаются классическими ну для меня классический стал вот такой вот и по вкусовым качествам я бы сказал что он не самый плохой картошка имеет свой уникальный вкус закрываем вторым пластом тесто и будем начинать формировать пельмешечки переходим к формированию пельменей вернее к их выдавливанию вот получается у нас такие миленькие пельмешечки с картошечкой пельмешки с пюрешкой вот такой вот у нас получился результат давайте сейчас сварим и посмотрим что у нас будет в готовом виде миленькие пельмешечки а и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова